На замену одного трубопроводного крана у специалистов управления аварийно-восстановительных работ уходит сутки, иногда чуть больше. На ГП-1ВС, с учетом количества устанавливаемой арматуры, сварочная бригада планирует задержаться дней на пять. Огневые работы сложные, выполняются в стесненных условиях, поэтому привлекаются к ним опытные сотрудники. На предприятии они трудятся не один год, хорошо знакомы со спецификой монтажа подобного оборудования. Можно вначале подготовить трубопроводы, чтобы там не было граза и других веществ или смесей. После чего удаляется старый кран, подготавливаются кромки трубы, подготавливаются кромки крана нового, замеряются размеры все, для того, чтобы у нас кран именно подошел по месту. Отрезаются эти стыки, трубы и монтируется новый кран. Состав звена для работ по замене шарового крана состоит из двух монтажников, такого же количества электросварщиков и одного газорезчика. С поставленной задачей они стараются справиться максимально безопасно, быстро и качественно. Работают слаженно. Бригада – это тоже, по сути, команда. От правильности действия каждого зависит конечный результат. На запорной арматуре, смонтированной ранее, характерная наледь. Сегодня она исправно выполняет свою функцию и обеспечивает надежную работу трех технологических линий этого цеха. В данный момент мы находимся на третьей нитке всех подготовки газа. Такие же краны мы меняли в этом же году, в прошлом году осенью. Аналогично тем же кранам, как на четвертой нитке. Сейчас происходит замена этих кранов. Они находятся в эксплуатации 1999 года, но можно сказать, уже почти 20 лет. И в связи с окончанием срока эксплуатации. Можно так. А в основном то, что они уже не герметичны. Кстати, именно не герметичность была основной причиной, что шаровые краны не снискали популярности на заре своего появления в середине 20 века. Всеобщее признание пришло к ним позже с появлением и внедрением в арматуростроение вторсодержащих полимеров и синтетических каучуков. Новые материалы позволили обеспечить плотность закрытия и существенно снизить усилия, необходимые для управления краном. Но, тем не менее, и у современных шаровых кранов есть срок службы. Сегодня они широко используются в системах газового доснабжения, магистральных нефти и газопроводов. Все оборудование на газовом промысле периодически подвергается ревизии, техническому обслуживанию и в случае окончания срока эксплуатации замене. Какие-то операции возможно выполнить только во время остановки ГП, поэтому они заранее планируются на этот период. Остальные распределены по графику в течение года. Это нитечная система. Нам это позволяет остановить полностью нитку и производить эти работы. Как только установка новых запорных элементов будет завершена, специалисты инженерно-технического центра проверят стыки неразрушающими методами контроля и выдадут результаты об их годности. После получения всех разрешений на эксплуатацию новых кранов, четвертая технологическая линия установки подготовки газа и извлечения конденсата второй очереди ГП-1В вновь будет запущена в работу. Нелли Харудинова, Денис Квардаков, Ямбурское месторождение.